Я часто слышу, что играть в компьютерные игры недостойно взрослого человека. Мол, надо содержать семью, зарабатывать деньги, платить налоги. Конечно, право на труд священно. Но что, если компьютерная игра не только будет скрашивать ваш досуг, не только будет заставлять ваш мозг работать, но и поможет найти высокооплачиваемую работу? Всем привет! Меня зовут Алексей Альбертович Халецкий. И я нахожусь в особой экономической зоне Алабуга. И в ближайшие несколько минут я вам расскажу, почему здесь требуются такие стратегии, как вы. Почему тут наряду с тренингами, семинарами и обучением играют в Циву, в Сидмерс Цивилизейшн. И как им тут удалось создать сетевую игру на 20 человек. Вы сейчас, наверное, удивляетесь, что Цива и предмет в университете? На самом деле, я сам удивился, когда ко мне обратились организаторы. Я еще могу понять, в Петербурге, Москве, или Хваленом Сколково, или вообще за рубежом. Но здесь, в Алабуге? Многие из вас, наверное, даже и не представляют, где это. Республика Татарстан, 200 километров от Казани. Я нахожусь здесь и вижу все собственными глазами. Особая экономическая зона Алабуга в лидерах и по привлечению инвестиций, и по количеству резидентов, которые разместили здесь производство. Это вообще самая успешная промышленная площадка в России. А значит, им тут требуется еще больше людей, которые умеют работать над крупными проектами, у которых есть стратегическое мышление, которые умеют решать проблемы. А значит, им требуешься ты, мой дорогой стратег. Вы знаете, пересмотрел начало видео, у вас не сложилось впечатление, что я тут рекламирую особую экономическую зону Алабуга? Ей не нужна моя реклама. Меня пригласили, чтобы я рассказал, почему в учебном процессе корпоративного университета используется Sid Mears Civilization 5. И вот сейчас вы на своем экране, собственно, и видите игровой процесс. Почему именно была выбрана цивилизация, и чего организаторы ждут от игры в эту пошаговую стратегию, я расскажу немного позже. Пока о настройках карты и игры. Карта, как вы видите, огромная. Скорость игры большая, но не эпическая. То есть в данном случае 750 ходов будет продолжаться игра. И отключены все победы, кроме как по очкам. То есть не улететь в космос, не победить туризмом тут невозможно. И что самое офигенное во всем этом, играет одновременно 20 человек. При этом они все находятся в одном помещении и общаются между собой вживую. Постоянно кто-нибудь подходит к одному из игроков или к нескольким, отводит их в сторонку, и начинаются переговоры. Я тебе с тобой сказал, у тебя никто не пойдет. Пойдет Артем туда. Замечательно. Это просто мы ему сейчас дали слово о том, что мы его не будем кидать. И это как его убили в войну. Он объявил его на Польшу, первый же убил их экономику. И мы сейчас его кидаем. Он объявил войну, но он не пошел уже. Он не успел, у него все инисты, но сейчас он на всех его немитов напал в Сангай. Сейчас я вам показываю первые 190 ходов. Я их сжал полторы минуты, хотя на самом деле они заняли 14 часов. В дальнейшем я буду продолжать делать вот такие вставки из игры. Особоэкономические зоны — это территории, которые государство наделяет специальным юридическим статусом и экономическими льготами. Для чего? Для того, чтобы привлечь сюда как можно больше инвесторов. Я сейчас забрался на самую высокую точку административно-делового центра особоэкономической зоны. И за моей спиной вот эти просторы, это как раз территория, на которой раскинулась Алабуга. Здесь сейчас больше 20 заводов, а в будущем планируется это увеличить буквально в течение нескольких лет раз в пять. Так что инвесторы сюда прибывают и прибывают, а высококлассных работников, руководителей не хватает. Им нужны вы, а подготавливать вас будут в корпоративном университете Алабуга. В первом наборе студентов в корпоративном университете Алабуга было 25 человек, а мест в партии только 16, потому что еще 4 места заняли работники особоэкономической зоны, ответственные за подготовку новых кадров. В течение игры они следили за тем, как студенты между собой общаются, договариваются, строят союзы и так далее. Так вот, чтобы отобрать первых 16 участников, им было предложено сначала сыграть с компьютером и те, кто за меньшее количество ходов отправит космический корабль в космос и будет участвовать в этой уникальной партии на 20 человек. Студенты были ограничены только временем, то есть сейв надо было прислать до определенной даты, поэтому можно было пытаться, конечно, хоть 100 раз, если эти 100 раз не мешали учебе. На этом ходу полностью уничтожена страна Япония. Коллеги, спасибо за игру и еще такая информация. Я давал в долг Егору 75 монет. Я думаю, вы отожмете у него и нуждающимся раздадите. Я вот советую вам переговорить насчет этого. Я не понял, просто спасибо за игру и пошел. Ты же японец, а где Сипука? Далее игра была разбита на сессии от 4 до 6 часов. Обычно это выглядело так в первой половине дня. У студентов был какой-то семинар или тренинг. Например, в тот день, когда я приехал, им читал лекцию Максим Поташов, магистр игры «Что, где, когда», обладатель «Хрустальной совы» и так далее, и так далее. Этот семинар проходил с 9 до часу, потом был перерыв на обед, с 15 до 18 мастер-класс на каком-нибудь предприятии особоэкономической зоны, и с 6 вечера «Здравствует цивилизация». Причем тут важно не столько и нисколько победить в итоге, то бишь занять первое место по итогам 750 ходов по очкам, но и в конце каждой сессии быть в первой пятерке, за что тоже начислялись определенные очки к внутреннему рейтингу студентов в корпоративном университете Алабуга. Поэтому сразу надо было заключать союзы и стараться в течение каждой сессии действовать активно. Началась война между Индией и Китаем, соответственно, как ассириец-союзник Индии тоже объявил войну, поляк-союзник Индии тоже объявил войну Китаю, вот и начался замес. Под Римом войска индусы, давайте глянем, что поляк делал, а вот, кстати, о чем я говорил, собраны ассирией и поляком войска в районе китайских городов. Кидают топоры в капер. В это время карликовая Эфиопия нападает на карликовый Египет. Борьба за... И сидят друг напротив друга. Кстати, вот. Эфиопия! Думаю, у многих из вас возник вполне естественный вопрос. А почему, собственно, в корпоративном университете среди предметов, семинаров и тренингов используется пошаговая стратегия, в данном случае цивилизация? Да потому что дипломатия и переговоры. Пожалуй, эта игра лучше всего раскрывает в людях таланты переговорщиков и дипломатов. Вы же видели мои ФФА-сериалы. Можно проигрывать тактически, но всегда есть возможность убедить оппонента, что ему невыгодно вас захватывать. Вы ему больше пригодитесь как союзник. Или наоборот, рассорить двух союзников. Отличное качество для руководителя. Ну, открою... Что ты мне можешь... Ресурсы города. Просто скажи, насколько он крут и на чего он достоин. Вот четыре жителя. Да. Для его опеки? Я там очень много. Я собрал всех своих людей, жителей, собрал все важные документы, научные исследования. И собрал следы. Да, да. И уплыли в другое место. Взял с собой печатный станок для денег. Ирокезы будут относиться к египтянам с большим большим почетом. Как и все веком. Как и все веком. Как и все веком. Она будет устраивать правильный... Вообще можно сказать, что у нас не готовят в вузах руководителей, которые сами могут принимать решения в крупных проектах. Фокусироваться на главном, а не распыляться по мелочам. Современных руководителей. Как я уже говорил, в особой экономической зоне Алабуга работают более 20 заводов. Ими руководят высококлассные специалисты со всего мира. И они готовы поделиться своим опытом с вами. Только представьте, стажировка непосредственно у директоров заводов. И это наряду с ЦИВой. Корпоративный университет Алабуга это образовательная программа подготовки специалистов по управлению проектами. Отличительной особенностью корпоративного университета являются его преподаватели, топ-менеджеры и ведущие инженеры компаний-резидентов особоэкономической зоны, которые передадут студентам свой уникальный опыт работы с проектами мирового уровня. Вы, наверное, можете спросить, почему именно в городе Елабуга находится особоэкономическая зона. Я тоже задавался этим вопросом и на самом деле кажется, как будто Елабуга это центр мира. В некотором смысле это действительно так, потому что 8 из 14 крупнейших городов России находятся в радиусе тысячи километров от Елабуги. Это одна из причин, почему особоэкономическая зона Алабуга расположена именно в этом городе. Не удивляйтесь, что я все время перескакиваю с буквы А на букву Е. Елабуга это название города, а Алабуга это название особоэкономической зоны. Кроме того, по-татарски Елабуга будет Алабуга. Ничего сложного, но надеюсь, вы не запутаетесь. Кстати, вот сейчас я нахожусь вот в этом корпусе. Если присмотреться внимательно, то вот тут, вот тут можно увидеть меня и оператора, как мы снимаем это видео. А вообще, это административно-деловой центр особоэкономической зоны. Именно здесь находится управляющая компания, именно здесь проходят многие тренинги и семинары. Ну, а кроме того, что очень стратегически выгодно расположена особоэкономическая зона Алабуга, она и офигенно развивается. Например, входит в число сорока лучших экономических зон мира. Возвращаюсь в эпическую битву 20 человек на огромной карте. Вообще, у меня в планах после вот этого презентационного ролика еще показать вам примерно час-полтора геймплея с моими комментариями, потому что я многое записывал в концовке партии. Я не буду говорить, кто победил из этих 20 человек. Дождитесь уж видео с игровым процессом, но рассказать о том, как развивались события примерно до середины игры, чтобы вы почувствовали весь накал страстей, думаю, стоит. Во-первых, как я уже говорил, в партии участвовало 4 представителя самого университета, преподаватели, руководство, и студенты поначалу специально объединились против этих 4-х человек, тем более, что эта великолепная четверка была составлена из сильных игроков, а среди студентов, по-моему, только трое вообще в принципе когда-то слышали о цивилизации. Началось все с того, что Китай, Сангай и Греция, которые появились вместе на одном острове, не стали воевать друг с другом, а создали довольно крепкий союз, который прошел практически через всю игру, и начали они с того, что захватили Рим, причем игрок, который был за Рим, показал себя несколько наивным человеком, у него у границ скопились китайские арбалетчики, чекану, китаец объявил Риму войну под предлогом того, что эти арбалетчики сейчас пройдут по территории Рима, мол, им пройти надо через Рим. В итоге просто эта армия подошла к столице Рима и захватила ее, не встретив никакого сопротивления. Как можно верить китайцам? Не представляю. После чего еще под горячую руку попала и Монголия, которую также этот триумвират спокойно вынес. Стало понятно, что далее, скорее всего, будет либо Польша, либо Сирия, потому что именно за эти нации играли представители корпоративного университета, а также за Францию и Иракезов. Тогда вот эта группировка создала свой блок, назвали они его НАТО. Но вернусь к обучению. Конечно же, вы понимаете, что нет цива единой. Вы приехали учиться, тут будут тренинги, семинары, стажировки на предприятиях, но кроме бесплатного обучения и проживания, вам будут еще и стипендию платить. Кстати, сейчас я как раз нахожусь в комплексе Три Медведя, где меня поселили на то время, пока я делаю это видео. Собирался себе ужин приготовить, но буду рассказывать вам. Имейте в виду, обучение тут не халява. Вы будете рано вставать и поздно ложиться, и постоянно учиться, ходить на тренинги, проходить стажировки и прочее, прочее. Не думайте, что тут легко. Тут не нужны люди для перекладывания бумажек или ждущие, что им выдадут задания. Тут нужны лидеры, мотивированные люди, которые могут сложные задачи разделить на несколько простых. В пике своего развития в блок входило до 10 игроков. Среди прочих там были и эфиопы, которые оказались на одном острове с Польшей. Однако, путем каких-то закулисных переговоров, эфиопы открыли свои границы, чтобы армия Сангая, Китая, Греции смогла пройти и напасть в спину Польши. Поляк это проинтуичил и эфиопа забрал. При этом между островами Польши, Эфиопии и Сангая, Китая и Греции есть небольшой пролив, через который переправлялась китайская армия. Но благодаря такой альянсной работе, когда несколько государств работают на общую цель, именно Польша, Сирия, Германия и прочим участникам этого блока НАТО с первым выйти во фрегаты, они передавали друг другу глясы, которые тоже заранее построили, деньги, проапгрейдились во фрегаты и смогли отбить атаку. Однако и другие игроки не сидели сложа руки. На карте существует два таких огромных океана, разделенные длинным вытянутым континентом с севера на юг, и Турак провел, по-моему, замечательный стратегический маневр, поставил город в том месте, где континент занимался лишь одну клетку, и через который стало возможно перебрасывать корабли из одного океана в другой, и таким образом антинато провело довольно серьезную контратаку. Если я вас еще не убедил, то прошу это сделать Тимура Наилевича Шагивалеева, генерального директора особой экономической зоны Алабуга. Тимур Наилевич, зачем вам здесь корпоративный университет? Нашей компанией и инвесторам, которые у нас есть, необходимы специалисты, которые умеют планировать промышленные проекты, бюджетировать их, строить, эксплуатировать. И этому не учат в вузах. В вузах учат исполнителей. Такой комплексный проект и подход это то, что нужно нам, и под эти цели мы создали корпоративный университет. А почему среди учебных предметов вашего университета немалое место занимает игра в Seedmers Civilization? Эта программа позволяет нам обнаружить тех людей, которые умеют вычленять главное, которые умеют разделять сложные задачи на несколько простых. Кроме того, это экономика, это производство, это дипломатия. Могу вам сказать, что никакие тренинги и бизнес-игры не раскрывают людей так хорошо, как мультиплеер цивилизации. Не убеждают слова директора, а как насчет президента? На защите выпускных проектов студентов корпоративного университета особой экономической зоны Алабуга присутствовал президент Татарстана Рустам Нургалиевич Миниханов и не просто присутствовал, а оценивал. В данном случае я использую фрагмент репортажа об этом событии телерадиокомпании «Казань». Так, я считаю, что площадка Алабуги одна из самых инновационных и приспиклина площадка нашей страны и вы вот как показываете хороший и позитивный результат. Поэтому вам слова поздравления и удачи в дальнейшей вашей деятельности. Так что же надо сделать, чтобы попасть в корпоративный университет Алабуга? Во-первых, зайдите на сайт uni.alabuga.ru На сайте обязательно заполните заявку. На указанный вами e-mail придет доступ к разделу «Тестирование». И, наконец, если результаты ваших тестов будут хорошими, то с вами свяжется представитель корпоративного университета Алабуга. После обучения часть выпускников будет трудоустроена в управляющей компании особоэкономической зоны Алабуга. Ну, а часть найдет себе работу в компаниях-резидентах. Надеюсь, я смог вас убедить, что в России действительно существует место, где востребованы ваши таланты. Не стоит сомневаться, просто отправляйте свое резюме, потому что это реальный шанс изменить вашу жизнь. Ну, а на этом все. Вы видели и слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет. Играйте в умные игры и живите умной жизнью. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова